Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Номер 8, урок 20. Составь программу действий и вычисли. Выражение А. Посмотрите внимательно на это выражение. Его мысленно можно разделить на три части, не нарушая порядка действий. Первая часть. Выполняем действия в скобках. 17 прибавляем 43 и делим на 2. Получается 60 разделить на 2. 30. Запишем в нашу программу это значение. Минус. Переходим к решению второй части нашего выражения. Средняя часть. 9 умножить на 8. Получится 72. Разделим на 4. Получим 18. Запишем в нашу программу действий это значение. А теперь приступим к решению последней части, третьей части нашего выражения. Сначала выполним действия в скобках. 7 прибавить 7. Получится 14. 70 разделим на 14. Получится 5. Сосчитаем в итоге сколько у нас получилось. 30 отнять 18 и прибавить 5. Равно 17. Переходим к решению второго примера В. Мы его также мысленно можем разбить на 3 части. Первая часть. 96 разделить на 2 и разделить на 12. Получится 4. Вторая часть. 15 умножить на значение, полученное в скобках. Это 6. 78 разделить на 13. Всего 90. Приступаем к решению третьей части. 33 прибавить 54. Это действие в скобочках мы выполняем. Получается 90. 89 разделим на 3. Получаем 29. 87 разделим на 3. Получаем 29. А теперь производим вычисления. 4 прибавить 90. Будет 94. Отнимаем 29. 65. Мы нигде не нарушили порядок действий, хотя считать нам было так намного удобнее. Мы записывали ответы, не нарушая порядка действий. Возникли вопросы? Оставляйте комментарии под видео.